Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Начиная с этого видео мы будем рассматривать переработку какао бобов в крупку и начнем с сортировки и очистки какао бобов. Какао бобы поступающие на предприятие засорены посторонними механическими примесями песок, камешки, волокна мешковины, металлические примеси, стекла и т.п. от которых они должны быть очищены. Примесь загрязняет продукт, снижает его вкусовые качества и делает опасной его переработку на современном оборудовании. Наряду с целыми какао бобами возможно присутствие дробленых ядер и какао вэллы. Недоразвитых, отличающихся меньшим содержанием жира, сдвоенных, стройных бобов. С целью достижения равномерной обжарки необходимо отделение какао крупки и ядер, отличающиеся по размеру от основной массы семян. В случае бестарного хранения какао бобов они подвергаются перед подачей в бункера предварительной обработки на сортировочно-очистительных или сепарационных столах. При хранении какао бобов в мешках очистка и сортировка производится непосредственно перед обжаркой. Какао бобы из бункеров подвергают также окончательной очистке. В сортировочно-очистительных машинах очистка и сортировка производится путем воздушной сепарации и при движении на виброситах или только воздушной сепарацией. Машины снабжены магнитными уловителями и щетками. Современные сортировочно-очистительные машины имеют высокую производительность от 300-500 килограмм в час до 2-9 тонн в час и могут обеспечить быструю очистку поступающего продукта. В зависимости от конструктивных особенностей машин сортируемые материалы разделяются на различное количество фракций. Современные очистительно-сортировочные машины дают 7 фракций. Первое – камни и другие тяжелые примеси. Второе – песок. Третье – легкие примеси, включая мелкие частицы какао-веллы. Четвертое – лом. Пятое – слипшиеся бобы и крупные примеси. Шестое – крупные частицы какао-веллы и тощие бобы. Седьмое – отсортированные какао-бобы нормального размера. В металлическом корпусе очистительно-сортировочной машины расположены основной четырехканальный воздушный сепаратор и вспомогательный одноканальный. Трехъярусная сетовая система и приводящий ее в движение вибрационный механизм. И расширительная камера. Если вам интересно, как работают воздушно-вибрационные сепараторы, вы можете ознакомиться с подобными сепараторами, которые применяются на мукомольных предприятиях. Ссылки на них я оставлю в описании. В расширительной камере выделяются унесенные струей воздуха частицы из основного и вспомогательного сепараторов. Очистка и сортировка осуществляется в следующей последовательности. Какао-бобы поступают через загрузочные отверстия в каналы основного воздушного сепаратора 2. На внутренней поверхности каналов под углом укреплены пластины, образующие каскад, по которым самотеком перемещаются какао-бобы. Поток воздуха от бобов отвеивает и уносит в расширительную камеру 1 пыль, частицы оболочки, волокна мешковины и другие примеси. Из камеры примеси поступают в мешки. Воздух очищается от пыли в рукавных фильтрах, устанавливаемых после вентилятора. Какао-бобы поступают на непрерывную вибрирующую сетовую раму. На первом сети 3 отделяются и выводятся из машины слившиеся бобы. На втором сети 4 отделяются и выводятся какао-бобы крупного размера. На третьем сети 5 отделяется и выводится лом. Нормальные и тощие какао-бобы и крупные частицы лома поступают в вспомогательный одноканальный воздушный сепаратор. В канале от бобов отделяются тощие бобы, частицы какао-веллы и другие легкие примеси. Далее они выводятся по желобу. Очищенные и отсортированные какао-бобы удаляются из агрегата. Данные сепараторы могут использоваться как для предварительной, так и для окончательной повторной сортировки какао-бобов. Производительность сепаратора при первичной сортировке 2,3 тонн в час. При вторичной от тонны до 4 в час. На слайде показана принципиальная схема очистительно-сортировочной машины с плоскими сетами. Бобы какао загружают в бункер 1 и элеватором 2 подают зазор между вращающейся круглой щеткой 3 и неподвижной щеткой 4. Зазор может регулироваться эксцентриковым валиком 5. Очищенные от пыли и посторонних примесей бобы падают вниз. По пути легкие примеси подхватываются струей воздуха и попадают в соседнюю камеру, где часть их оседает и уносится шнеком 6. Запыленный воздух по каналу 8 отсасывается вентилятором 9 в пыле уловитель. После щеток бобы с тяжелыми примесями попадают на поверхность вибрирующих сит. Сита закреплены на общей ситовой раме 13, которая поддерживается упругими опорами 14. Привод рамы осуществляется эксцентриково-шатунным механизмом от вала 19. Ситовая система выполнена двухъярусной. В каждом ярусе установлено последовательно по два сита, лежащих в одной плоскости. В верхнем ярусе расположены сита 7 и 11, а в нижнем сита 10 и 12. После щеток бобы попадают сначала на поверхность сита 7 с размером отверстий 11 мм. Через эти отверстия проходят бобы и примеси с размерами менее 9-10 мм. Затем они попадают на сито 10 с отверстиями 2 мм, через которые проходит мелочь и частицы крупки, удаляемые по желобу 17 в переносную тару. Оставшиеся на поверхности сита 7 крупные и сдвоенные бобы переходят на сита 11 с отверстиями 15. Сквозь эти отверстия проходят бобы и примеси размером 12-13 мм. Затем они направляются на отборочный транспортер 18. Нормальные и мелкие бобы, сойдя с поверхности сита 10, переходят на сита 12 с отверстиями 6 мм. Мелкие бобы проходят через отверстия и направляются в переносную тару, а нормальные бобы через канал 15 поступают на отборочный транспортер 16. На отборочных транспортерах производится ручная отборка поврежденных и сдвоенных бобов, а также примесей. Каналы 15 и 18 снабжены постоянными подковообразными магнитами для отбора металлопримесей. Общая ситовая площадь составляет 2,6 квадратного метра. Каждая сита имеет размеры 920 на 1400 мм. Ситовые рамы устанавливаются под углом 10-15 градусов к горизонту. Сита совершают 200-280 колебаний в минуту. В зависимости от тщательности очистки бобов после ферментации и сушки количество получаемых при сортировке бобов и потерь колеблется в процентах. Выход чистых отсортированных бобов 98-98,7%. Выход склеенных и ломаных бобов 1%. Безвозвратные потери, мусор, пыль и другие посторонние примеси от 0,3 до 1%. Очищенные бобы поступают в сборники силосов для хранения, из которых разные сорта бобов в необходимом соотношении подаются в вагонетку или иную промежуточную емкость и далее поступают на термическую обработку, обжарку. Склеенные и ломаные бобы подвергают обжарке отдельно от целых бобов, а после обжарки доставляют к отсортированным обжаренным бобам и вместе с ними направляют для дальнейшей переработки. Однако термическую обработку какао-бобов мы рассмотрим с вами в отдельной видео лекции. На этом я с вами прощаюсь. Мы в этом видео поговорили о сортировке бобов. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Продолжение следует...